На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Дарья Горельцева. Вначале коротко о главных темах этого выпуска. Уходи, зима холодная, приходи, лето жаркое. Масленичную неделю в Нефтьюганске открыли массовыми гуляниями на главной площади. Снег, горы и холод. Спортсменка из Нефтьюганска вернулась со всероссийского зимнего ультрамарафона. Однажды в 80-х. В Нефтьюганске состоялся квартирник в честь празднования Всемирного женского дня. Как зимой простишься, так и лето встретишь. В эти выходные на площади Юбилейная народными гуляниями дали старт масленичной недели. Гости праздника смогли показать свою силу и ловкость в зимних играх, умение веселиться и свои творческие навыки в мастер-классах. А после поучаствовать в хороводе и узнать, как принято отмечать праздник. Эй, народ честной, собирайся! Да на проводах зимы разгуляйся! Ни ветер, ни холод не помешали жителям нашего города выйти в этот день на улицу. Поэтому праздник получился многолюдным. Гостей встречали песнями, шутками и скоромошьими зазывками. Последними всех приглашали на общий хоровод. Ох, хорош наш хоровод! Чтобы никто не заскучал, для жителей подготовили яркую развлекательную программу. На открытой сцене один за другим выступали творческие коллективы с песнями, танцами и театральными постановками. Первую посвятили матушке зиме. Сейчас настало время, и мне пора уйти. Моя сестра весна красна, вот-вот должна прийти. Здравствуйте, молодые, веселые, доросудалые! С праздником всех вас поздравляю! Сегодня мы собрались с благодарностью проводить зиму. И пусть она, уходя, заберет с собой все невзгоды, все печали. А с приходом весны пусть в каждый дом постучится удача и везение, тепло и хорошее настроение. Желаю вам этой весной мирного неба над головой, счастья, отличной погоды. Наконец-то весна придет и, возможно, зима наша нас покинет, но это еще не точно. Жаворонки, милые, прилетите, достуденную зиму унесите, а нам весну красну. Наши предки считали, что чем громче, ярче и красивее праздник, тем быстрее придет весна. Поэтому и начало масленичной недели постарались наполнить самыми разными развлечениями. В первую очередь, это интересные созидательно-творческие мастер-классы. Мастер-классы в этот день для нефтьюганцев приготовило наше городообразующее предприятие. Здесь можно научиться играть на барабанах, сделать магнит с нефтью, нарисовать символику нашего округа или даже смастерить красивый брелок. Прекрасное мероприятие. Вообще администрация города постаралась в этот раз. Очень понравилось. Много палаток с разными конкурсами, мастер-классами для детей. Особенно для мальчишек. Я мама двух мальчиков. Очень понравилась установка барабанов. Обучают ребята играть на барабанах. Ну и плюс там рисование. Что там еще было? Изготовление брелков. Я делала сердечко моего любимого цвета зеленого и фиолетового. И еще сделала уточку. Как именно сам процесс проходил? Вот ты села за стол и что делала? Ну я для начала выбрала фигурку и начала раскрашивать. И потом, когда я раскрасила, выбрала колечки. А потом отдала маме. Более активный вариант отдыха – поиграть в метание. Только не шаров или обручи, как можно было подумать, а специальных круглых блинчиков. Или сразиться в рыцарском поединке. Для безопасности бойцам предложили специальные игровые доспехи, а мячи заменили на надувные шесты. А самые сильные перетягивали канат. Подобное веселье более чем соответствует идее праздника. Из года в год этот день нужно отмечать весело и шумно. Выходить на улицы, участвовать в народных забавах, состязаниях и соревнованиях. Встречаться с друзьями и родственниками. И самое главное и интересная традиция – это поедание блинов. Я думаю, что, наверное, печь блины, сжигать чучело, символизирующие зиму. Ну и радоваться. А вы будете печь блины? Если да, то как часто? Мы часто печем блины, особенно любим со сгущённым молоком. Вы просто блины любите или с какой-то особой начинкой? Да начинок много. Ну, сгущёнка варенья, икра красная, чёрная. Ещё один масленичный обряд связан с желаниями. Организаторы установили три стенда, на которые можно было повязать ленточку и загадать здоровье, счастье или удачи. Ну, наверное, у меня должно быть счастье в учёбе. Мне не знаю. Хорошие оценки, наверное, да? Да. А у тебя удача в чём должна проявиться? Ну, я хочу, чтобы у меня по английскому и по математике были пятёрки. Тут три стенда – счастье, удача и здоровье. Где бы ты завязал свою ленточку? Удача. А почему удача? В чём она у тебя должна проявиться? Не знаю. Удача, может, в соревнованиях. Если кто-то устал или проголодался, его угощали шашлыками, блинами и горячим сладким чаем. Сам праздник закончился, но впереди у нефтьюганцев ещё целая масленичная неделя. Дарья Горельцева, Екатерина Балакина, Рамазан Бурнеев, селерадиокомпания «Юганск». Масленица уже на пороге. А это значит, что и новое задание от всероссийского проекта «Всей семьёй». Многие любят и ждут масленичные гуляния. Ведь это как раз про традиции, про единство и семейное веселье. Ну а главный атрибут этого праздника – блины. Тринадцатое задание особенно вкусное. Готовим блинчики всей семьёй. Правила для участия остаются всё так же простым. Сделайте общую фотографию и выложите фото у себя на странице с хэштегом «Всей семьёй». Уже 4 апреля состоится финальный розыгрыш, где разыгрывают главный приз «100 путешествий для 100 семей». Любимые песни 80-х годов и заряд отличного настроения. Впервые в торгово-развлекательном центре «Рандеву» состоялся квартирник в честь празднования Всемирного женского дня. Гостей праздника ждала живая музыка, а актёров – нескончаемые аплодисменты. Подробности в следующем сюжете. Однажды 80-х. Именно такое название было выбрано для квартирника. Организаторами мероприятия стали администрация торгового центра, а также театр кукол и актёра «Волшебная флейта». «Это театрализованный квартирник. Девушки, актёры будут петь, танцевать. Это будут театрализованные представления, очень красивый живой звук, живая музыка. Мы планируем проводить подобные мероприятия регулярно, на постоянной основе. Их ни страна, ни рога космодрома, ни эта ледяная синева». Хиты музыкальной индустрии 80-х годов и интересные актёрские постановки не оставили равнодушными гостей мероприятия. А открытый формат квартирника стал отличным поводом хорошо провести время со своими близкими и друзьями. «Мне очень нравится это мероприятие. Я когда... Я вообще этот квартирник однажды в 80-х вижу не первый раз. И мне очень нравится. Это мой любимый квартирник. И я очень хотела показать этот квартирник маме. Вот. Ну, как-то не получалось раньше купить билеты. И вот сейчас в свободном доступе я подумала, что это хорошая возможность». Посетить это мероприятие смогли горожане любого возраста. Каждый гость нашёл здесь что-то для себя, будь то живая музыка или уютная атмосфера. «Я пришла в компанию волонтёров серебряного возраста при Центре социальных услуг. Вы знаете, хороших мероприятий много не бывает, да? Поэтому чем больше, тем лучше. Ну, конечно, это повод. Вот сегодня выйти куда-то, собраться. Хотелось бы, конечно, всегда, чтобы больше таких мероприятий было». Театрализованный квартирник однажды в 80-х уже успел полюбиться нефтьюганцам. Каждый раз актёрам театра удается удивить зрителей новыми идеями и постановками. А администрация торгового центра уверяет, что в дальнейшем подобных мероприятий станет больше. «Я не в детстве, так и в компанию. Знаю, это было не зря. Вся на свете была не зря. Не напрасно было». Игорь Шмелёв, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Призовой фонд в «Нефтьюганске» увеличился. Теперь участники цифровой викторины достижений Югры, ответив всего на три вопроса на сайте v.2024.myopenyugra.ru о нашем регионе, могут стать счастливыми обладателями электронных сертификатов, одной из трех квартир, машины и других ценных подарков. После прохождения вам на телефон придет уникальный код, который вы можете активировать с 15 по 17 марта у контролера викторины, которые будут находиться вблизи избирательных участков. Их можно будет узнать по брендированному бейджу. 52 километра, 7 часов и более полутора тысяч человек. Спортсменка из «Нефтьюганска» Кристина Клейманова преодолела зимний ультрамарафон в Калужской области. Спортсмены со всей страны бросили вызов с угробом на всероссийских соревнованиях в дисциплине трейл. Это бег по пересеченной местности в различных погодных условиях. Наша спортсменка достойно представила округ и заняла почетное 12 место. Смотря на эту хрупкую девушку, сложно сказать, что за последний год она пробежала больше двух тысяч километров. Кристина начала заниматься трейл-раннингом около двух лет назад. Этот спорт помог девушке вырваться из городкового окружения, оказаться на природе и окунуться в атмосферу приключений. Природа вокруг, птички поют. Вот это очень вдохновляет, создает настроение. По асфальту, конечно, тоже бегать интереснее, интересно. Но по горам, именно когда вокруг природа, вот это вообще кайф. Кристина выбирает не просто дистанцию по пересеченной местности, а именно ультразабеги, расстояние которых до финиша составляет более 50 километров. Это, конечно, преодоление себя. Нравится много часов бежать, картинки меняются, локации меняются. Вот это нравятся длинные забеги именно. Бежишь в основном колонной, по одному не бежишь, поэтому останавливаться нельзя, тормозить никого нельзя. Перебариваешь себя, берешь руки. Такой зимний ультрамарафон спортсменка преодолела впервые. Для дистанции в 52 километра ей потребовалось чуть больше, чем 7 часов. Ну, результат я, конечно, не знала до последнего. В промежуточных контрольных пунктах мне тоже никто не подсказывал, на каком я месте. Возможно, где-то бы даже прибавило, если бы я знала, что я в десятке лучших. Ну, эмоции, конечно, были непередаваемые. Ощущение, что ты заново родился. Зимний трейлранинг – одна из сложнейших любительских спортивных дисциплин. Бег зимой, конечно, это силовой бег. Это 100% силовой бег. Это никаких тебе обычных тропинок укатанных. Встречаются и сугробы, и по пояс, и рельеф как бы встречался. И в горку бежишь, тягуны по километру. Поэтому бег зимой, ну, низкая температура, снег – все это дополнительную сложность придает. Работает девушка старшим инженером. Трейл в ее жизни – это хобби, которое приносит ей не только удовольствие, но и дает возможность увидеть красоту нашей страны. Ну, вот самое сложное, больше всего запомнилось, вот в Мурманской области. Тереберки мы бежали, заповедники. Там, можно сказать, автономных участков очень много было. То есть без воды, без еды, там 40 километров по горам, там бежишь. Набор высоты 3000 был. Вот это вот в августе я бежала. Было где-то плюс 4. Ветер просто вот с этих вот вершин просто сносил. Вот это Баренцево море за полярным кругом. Спортсменка не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди большие планы на следующие забеги. Сейчас подготовку веду активно к Дагестану, к ультрамарафону горному 65 километров. Набор высоты будет где-то 4500 в общей сложности. Очень серьезная гонка предстоит. Планирую за 15 часов преодолеть. А в июле стартую в жарком Суздале и планирую там гонку преодолеть 110 километров. По словам Кристины, залог таких результатов очень прост. Дисциплина, тренировки, понимание того, что ты делаешь и цель дойти до финиша. Дарья Горельцева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Уполномоченный по правам человека в Югре проведет личный прием граждан в Нефтьюганске. Задать все интересующие вопросы вы можете 13 марта с 15 часов до 18 в здании городской администрации. Запись ведется по телефону 8 952 710 90 95 или 22 52 27. Делегация Совета Федерации высоко оценила пункт отбора на военную службу. Накануне сенаторы побывали в Центре патриотов России в Ханты-Мансийске. Здесь те, кто хочет связать свою жизнь с армией, могут пройти врачебную комиссию и в короткий срок оформить необходимые для контракта документы. Также тут занимаются комплектованием новобранцев, учетом и агитационной работой. Гости округа отметили оснащение и организацию работы центра. Кроме того, практики, которые применяются в Югре, сенаторы предложили тиражировать и в других регионах России. Сюда и едут с большим удовольствием, заключают контракт, когда все в одном месте, удобно. И человек за двое суток практически может получить уже контракт и дальше заниматься. Нам очень это понравилось, очень все организовано, доступно, во-первых, для каждого. Это большое дело. Молодцы. Конечно, это достойно огромного уважения, потому что это уважительное отношение к людям, которые приняли для себя очень важное в жизни решение идти защищать Родину. И вот такая уважительность здесь встречи, оснащение их всем необходимым, передача в армию. Это, конечно, дорогого стоит. На этом наш выпуск новостей завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.